С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 4 июня. Международный день невинных детей жертв агрессии. Генеральная ассамблея ООН, будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей жертв акта в агрессии Израиля, постановила отмечать 4 июня как особый день. Также сегодня отмечается день машиниста крана. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 2014 году был зарегистрирован приказ об утверждении профессионального стандарта «машинист крана». У родившихся в этот день в 1777 году появляется на свет русский полководец Алексей Ермолов. Начинает службу в 15 лет. За штурм Варшавы заслужил похвалу Суворова за взятие Праги Георгия IV степени. При Павле I был в Апале. Карьера начинается с воцарения Александра I. Войну 1812 года был начальником штаба армии Петра Багратиона. Затем Ермолова назначили командующим Кавказским корпусом. Здесь он работал как настоящий колонизатор. Малейшее сопротивление подавлялось самым жестоким образом. В то же время Алексей Петрович покровительствовал торговле, промышленности и виноделию. Евгений Мравинский, советский дирижер, родился в 1903 году. Его называли властелином оркестра. Любимыми авторами дирижера были Вагнер Чайковский, Вебер Барток Стравинский, за произведения которых он получал главные призы. Мравинский к тому же известен как лучший и непревзойденный истолкователь музыки Шостаковича. В знак благодарности и уважения композитор подарил партитуру восьмой симфонии со своим автографом Мравинскому, который так всю жизнь и исполнял симфонию только по этой партитуре. Дуэт Шостаковича и Мравинского стал великим дуэтом композитора и исполнителя в 20 веке. В 1910 году родился Кристофер Сидней Кокерилл, английский инженер. В 50 году прошлого века под корпусом судна он поместил так называемую подушку с маленькими отверстиями внизу, проходя через которые накачиваемый воздух выпускался под сильным давлением. Воздушные вихри удерживались специальным резиновым фартуком. Таким образом корабль приподнимался над водой. Идея пришла в голову в 1954, а спустя еще пять лет он совершил свой первый рейс. Причем двигаться судно могло по земле или очень спокойной воде почти в 20 сантиметрах от поверхности, но очень медленно. 1930 год, день рождения Виктора Васильевича Тихонова, легендарного хоккейного тренера СССР. Трижды он приводил сборную страны и объединенную команду к титулу олимпийского чемпиона и восемь раз к титулу чемпиона мира, а московский ЦСКА 12 раз к званию чемпиона страны. Заслуженный тренер СССР. Мало кто знает, что Тихонов начинал как игрок, но признание пришло на тренерском мостике. В 1977 в жизни Тихонова случилось событие, которое перевернуло его дальнейшую жизнь. Его вызвали к главе КГБ Андропову. Тот попросил Тихонова возглавить сборную страны и ЦСКА, который являлся ее базовым клубом. Тренер пытался отказаться от столь высокой чести, однако, говорят, Андропов настоял на своем. 1975 год, день рождения Анжелины Джоли, американской актрисы, фотомодели, посла доброй воли ООН, обладательницы премии «Оскар», а также трех премий «Золотой глобус» и двух премий гильдии киноактеров США. В средствах массы информации Джоли часто называют одной из самых красивых женщин планеты. Событие дня 1070 год. Во Франции изобретается овечий сыр «Рокфор». По легенде, французский пастух забыл по рассеянности в пещере сыр и хлеб. Оказавшись в ней спустя месяц, он попробовал сыр, покрывшийся голубыми пятнышками. Трудно себе представить, но он себя заставил это сделать. Вкус настолько его поразило, что с тех пор жители деревни стали готовить сыр, заражая его хлебной плесенью и выдерживая в пещере. Во Франции «Рокфор» называют сыром королей и римских пап, а также королем сыров. До открытия пенициллина сыр «Рокфор» использовали как средство, останавливающее воспаление и заражение крови. Пенициллин, содержащийся в плесени, является естественным антибиотиком, открытие которого было настоящим прорывом в медицине. В 1703 год в Петербурге закладывается домик Петра I, ныне старейшее сооружение города. Он был построен всего за три дня. Историки отмечают самое необыкновенное сочетание необычной русской избы и высокой голландской крышей и больших окон. Европейское влияние на Петра сказывалось. 1783 на рыночной площади Ваноне проходит первая публичная демонстрация воздушного шара братьев Монгольфье. Небольшой шар диаметром около 11 метров сделан из полотна и бумаги, поднимается на высоту 1830 метров. В течение 10 минут шар высоту набирает, а примерно через полтора километра падает на землю. 1922 год. Рождение легендарного советского популярного журнала «Крокодил». В издательстве «Рабочая газета» выходит первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение газете «Рабочий». Затем «Рабочая газета» на 16 страницах, которая сначала называется «Как газета». С 13 номера журнал получит свое сегодняшнее имя. Первые два выпуска будут почти целиком посвящены процессу над эссерами, проходившим в Москве. В «Крокодиле» печатались Демьян Бедный, Владимир Маяковский, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров и многие другие известные писатели. Ну а совершить подписку на этот журнал было просто невозможно в советское время, примерно как на журнал «Киноэкран». 1962 год. На экраны СССР выходит первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». Этот киножурнал показывали обычно в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни. Разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов. Высмеивали мещанство. Главным редактором «Фитиля» стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков. 1992 год. Публикация открытого письма Гавриила Попова об отставке с поста мэра Москвы. Начинается многолетняя, непотопляемая карьера главного столичного хозяйственника всех времен и народов Юрия Лужкова. Ну и последнее. Такой же день в 1972 году Иосиф Бродский вынужденно покидает родину. Его приговорили к пяти годам принудительных работ за тунеядство. И это человек, который в разные годы работал фрезеровщиком, техником, геофизиком, кочегаром, матросом, санитаром и просто фотографом. После волны протеста по всему миру он получил через полтора года свободу и тут же покинул СССР. Цитата. Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге. И еще. Поэта долг пытаться единить края разрывом между душой и телом. Талант – игла. И только голос – нить. Иосиф Бродский. Нобелевский лауреат. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует.